Всем привет, друзья, вы на канале Games Reviews, с вами как всегда Пипа, и сегодня мы посмотрим игру, которая называется Cartel Tycon. Тут мы будем, видимо, управлять своим картелем и развивать его. Давайте посмотрим скорее, что игра из себя представляет. Начинаем новую игру. Так, сюжет, песочница, выживание и мультиплеер. Скоро. О, вот это уже интересно. Давайте по сюжету пройдемся. Сценарий. Обучение. Этот сценарий обучивает основам игры. Продолжительность 3-5 часов. Охренеть, мы столько не осилим за раз. Ну, хотя бы просто посмотрим. Давайте начнем. Создать новое сохранение. Начинаем. Погнали, посмотрим. Игра достаточно должна быть интересной. Тем более, когда мы играем за мафию. Сейчас посмотрим. Смотрите, прикольно сделан арт. Тут у нас типа поле кукурузное, но растение в виде долларов. Прикольненько. Так, ну что. Это наш город, да? Добро пожаловать в режим обучения. В этом режиме вы ознакомитесь с основами и правилами и механиками картель Тайкон. Не торопитесь. Внимательно читайте задания и узнавайте, как провести свой бизнес к успеху. Больше информации о разных аспектах игры вы можете найти в руководстве. Чтобы открыть руководство, нажмите на кнопку в верхнем левом углу экрана. Хорошо. Дальше. Офис капа Хавьера Гутьереса. Раннее утро. Высокий, одетый с иголочки мужчина улыбается, обнажив белоснежный, как мраморная стойка, на которой он опирается зубы. Дальше. Он стоит. Он строит глазки молодой секретарши, хихикая. Та поднимает трубку, чтобы сообщить капа о прибытии Маурисио Ромеро. Сеньор Гутьерес. Подошел ваш сын. Жаркий спор за двумя тяжелыми дверями кабинета капа практически не слышен. Через секунду оттуда выходят. Это невысокий, желистый мужчина. Своим телосложением он напоминает бульдога. Впрочем, лицом тоже. Ромеро встречает его с распростертыми объятиями. Дядя, хорошо выглядишь. Мужчина осматривает Ромеро сверху донизу. От прилизанной макушки до изысканной пары туфель из крокодиловой кожи. Затем кивает. Пошли. То есть отца мы ждать не будем? Твою мать, Мариус. Ты сам-то хоть себя слышишь? Я как будто со сраным гринго разговариваю. Вообще-то, дядя, меня теперь зовут Ромеро. Тони рычит. Забыл, где твои корни? Он достает из заднего кармана сложную карту. На, посмотри. Может это освежит твою память. И, что это было? Что он там достал? Давайте посмотрим. Так, посмотрите вокруг. Перемещайте камеру. Мыши. Так, ну давайте посмотрим. Так, ну хорошо. Посмотрели. Блин, нифига тут еще по зонам. Видимо, наша зона это Чапарича. Какой-то райончик. Хорошо. Посмотреть вокруг. Получить новое задание. А где нам задание получить? Так. Город контролирует. Ваш картель. Моя территория. Деньги за нарушение границ не взымаются. Мэр Мария Изабель Кариллио. У Кариллио репутация человека жестко борющегося с преступностью и ее причинами. За годы службы в прокуратуре она отправила за решетку сотню бандитов. Но теперь ее друг, начальник полиции, обвиняется в нарушении закона. Какой бардак. Так, попросить об одолжении задания. Так. Давайте задание какое-нибудь возьмем. Банк отмывает грязные деньги, доставленные из точек сбыта резиденции или лейтенантами. Построить. Нет, подождите. Нам нужно какое-то задание вот такое, что ли, типа, взять. Так, все. Я посмотрел вокруг, все выполнено. Отлично. Следующее задание у нас. Алло. Во. Так отец теперь контролирует больше земель. Тони закрывает глаза. Запихивай карту обратно в карман. Да, твой ботяня выкупил территорию и кучки вшивых оппортунистов после того, как они вытурили обосновавшуюся там банду. И он назвал себя главным. Тебя главным. Меня. Но я же не знаю, как управлять картелем. Почему ты этим не можешь заняться? Вот сам у него и спроси. Я свое уже спросил. Его, видно, достало, что ты тратишь отцовские деньги на учебу в бесполезном немытом универе. Я изучаю поэзию. Лучше скажи ему, что ты там девок кадришь. Ладно. И что я должен делать? Решился, значит. Да, все равно я пока не придумал, как соскочить. Так с чего мне начать? На лице Тони появляется хитрая улыбка. Они садятся в машину и двигатель заводится. Начнем с создания производственной цепочки. Она будет состоять из ферм, дорог и складов. Я заранее позаботился о строительстве фермы на земле, которая хорошо подходит для выращивания опиума. Дальше дело за тобой. Так, вот она. Опиумная плантация, да? Получено новое задание. Откройте меню строительства на панели управления. Выберите склад. На складе логистика. Так. Поверните здание перед строительством. Вспомнить. Так, построите склад для сбора товаров. Ферма должна находиться в пределах области действия склада. Так. Логистика. Склад. Типа вот так вот. Ну, построили, да? Давайте посмотрим поближе. И... Че дальше-то? Открыть так. Выберите склад. Поверните... Так, ну... А зачем мне именно поворачивать-то? Так. А я не понял, оно строится или нет. Давайте скорость немножечко увеличим. Так. И читаем дальше задание. Постройте склад возле фермы. Для сбора товаров. Ферма должна находиться в пределах области действия склада. Один из одного. Ну, мы построили. Дальше что? Задание там. Получено новое задание. Так я построил склад. Алло. Че вы от меня хотите-то? Или... Странно. Груз. Выбрать ресурсы. Все. Так. Статистика. Информация. Че у нас стоимость содержания? 9 баксов. Логистика. Здание не связано с пунктами назначения. В смысле не связано? А как его? Передвинуть, например. Так. Давайте, например, расхреначим. Че, не можем? Так. Зашибись. Мы, типа, не можем разрушить теперь это здание. Хм. Так. Ну, тогда нам придется, наверное, построить еще один. Да? Склад. Зашибись. Только как его? Так. Крутить у нас. XZ. А. Точка производства завершена. Все. Мы поставили нормально. Все. Теперь они, типа, связаны. Так. Что у нас дальше? Постройте больше опиумных ферм в радиусе действия склада. Еще четыре штуки. Так. Фермы. Производства. Ферма. Во. Да без вопросов. Сейчас построим вот так прям. Все. Раз, два, три, четыре. Давайте еще вот сюда пятую бахнем. Так. Ну, все. Смотрите. Все фермы у нас. Кроме вот этой вот. Блин, как бы тебя повернуть-то, падла? Обращать я тебя не могу. Ты экстасистикой информации отключить. Ладно. Френ с тобой. Дальше. Что у нас нужно по заданию еще? Получено новое задание. Соедините склад и фермы с помощью дорог. Зашибись. А как я теперь их склад с аэродромом? Так. А как я дороги-то поставлю? Я тут так что-то плотненько. Так. Гравийная. Ну, бесплатный пока сделаем, да? Так. 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 Все. Сейчас все соединим. Дороги будут. Так. Все вроде, да? Так. И теперь нам надо с аэропортом... А где у нас аэропорт? Еще бы найти. О, аэропорт у нас вот тут. Ну, вот так вот сделаем. Все. Ништячок. И значит, мы сейчас будем поставлять свой опиум прямо в аэропорт. Вот машинка у нас катается, собирает все. Вообще ништяк. Давайте посмотрим. Преданность. А, тут у нас описание всех параметров. Задания. Городские здания. Рецепты. Эффективность. Тут, короче, всякая фигня, которую можно почитать, изучить. Ресурсы, дороги. Тут очень много всего. Я думаю, если мы будем начинать проходить сюжетку дальше, в следующий раз, то мы обязательно все это изучим и будем пробовать развивать свой картель. Сейчас мы же просто смотрим, что игра из себя представляет. Так, ну что, мы ждем нового задания. Соедините склады фирмы. Один из шести. В смысле? Мы же, блин, все дороги построили. Че опять-то не нравится? Вот так, шель, типа, надо? Два из шести, блин. А как? Я никак не проведу. Так, если только вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Три из шести. Блин, это мне от каждой фирмы надо так проложить, что ли? Нет, нифига не получится. Ладно. Тогда мы будем в обход делать. Ну, блин, я же не знал, что нам нужно будет дороги еще какие-то тут делать. Если б я знал, я бы, конечно, поставил бы все посимпатичнее. Так, от какой у нас еще нет? Вот, от этой фирмы нету. Так, и получается, от этой есть, от этой есть, от этой есть. Блин, от какой нету-то? Не пойму, от этой, что ли, нету? Во. Все. И соединить склад с аэропортом. Мы тоже соединили. А, склад, блин. Е-мое. Точняк. Теперь вот отсюда ведем так, так, так. И вот так. Все. Вот теперь мы все соединили. Так. Соедините склад с аэродромом. С дорогой. Ну, я соединил. Что опять не нравится-то, блин? Давайте еще раз соединим. Я просто не знаю, докуда надо. Так. Что там случилось у нас на складе? Перепомнено, что ли? Ну, я соединил. Блин, сколько тебе еще дорог-то надо? Хоть десять тебе сделаю дорог. Вот так соединю еще. Вот, вот, вот так. Хочешь. Вообще странно. Я соединил склад. Или вот с этой дорогой надо? Ни хрена не понятно. Хм. Что-то непонятно. Реально непонятно. Мы соединили склад дорогой. Чего не нравится? Так, давайте посмотрим. Хранилище заполнено. Если вы получили звезды внимания силовых структур, то различные силовики будут приезжать с переполненными. А в переполненные склады искать нелегальные ресурсы и принимать каждые свои меры. Так, мне, видимо, надо еще один склад ставить, да? Так, давайте склад построим еще один. Так, и, блин, как только его соединить? Так, блин, какой стороной-то его ставить? Хрен поймешь. Ладно. Допустим, ставим вот тут склад. Все. Теперь нам нужно дороги провести. Так, дорога. Вот так вот. Так, отсюда провели. И нам надо вот сюда дорогу провести. Так. Все, машинки ездит, им хватает. Они теперь могут и на тот склад, короче, возить. Но я не могу галочку поставить. Соедините склад и аэродром. А я не могу соединить. Я уже все сюда, блин, провел. Или вам что, специальная дорога, что ли, нужна? Очень странно. Может, тут какой-то другой аэродром есть? Да вроде нету. Хм. Очень странно. Может, другая дорога им нужна? Напомню, гравийная. Вот так, нет? Блин, тоже не нужна. Тогда я вообще не понимаю. Ааа, хорошо. Давайте. Я так понимаю, может быть, надо на главную дорогу захреначить. Вот так, во. Блин, зашибись. Короче, главной дороги. Ну, ладненько. Мы второй склад построили даже сами. Без задания. Давайте следующее задание посмотрим. Цепочка производства 4. Вы можете изменить скорость времени в игре. Я уже это сделал. Так, производство. Разведите 15 единиц опиума на фермах. 2 из 15. Так, ну, давайте скорость на максимум поставим. И вот ждем, пока у нас опиум наберется. Вообще, он очень быстро сейчас на скорости у нас набирается. В принципе, вообще фигня. Ну, и все. Мы выполнили задание очень быстро. Так, дальше что? На полу в раскрытом виде лежит старая карта. Это испещренная паутина изгибов и потертостей, которые делят регион на части. В одной такой части большое скопление гильз символизирует начало производственной цепочки. Неплохо, да? Ага, у тебя талант. Тони стоит перед столом, за которым сидит Ромеро. Что-то не так, дядя? Думаешь, теперь можно сидеть здесь и прохлаждаться, а деньги сами к тебе в карман поплывут? Кто будет отвозить опиум на аэродром? Ну, я надеялся. Что за молодежь пошла? Ладно уж, в этот раз я займусь поставками. Но если ты хочешь стать уж успешным капоплемяш, не заставляй своих лейтенантов тратить время на транспортировку опиума. И не сиди в офисе, отправляйся в город и примени свои университетские знания для улучшения логистики. Либо построй исследовательский центр и найми умников, которые решат наши проблемы с транспортировкой. В общем, придумай что-нибудь. Ты же у нас творческая личность. Тони самодовольно улыбается Ромеро, не разделяет его радость. Так, и что-то... Ух ты, ни хрена все у нас задания. Так, выполнено. Выполнено. Так, цепочка 4. И детали? Ни хрена нет. Так, выберите способность перемещения на странице лейтенанта Тони. Перемещение и... И установите склад в качестве пункта назначения. Окей. О, прикольно. Блин, смотрите, он фига с картеджем едет тут. Прикольно, прикольно. Так, дальше. Доставьте опиум со склада на аэродром, используя способность лейтенанта. Доставить опиум максимально на аэропорт. Так, чего вы застряли-то? Или он перетаскивает? А, нет, он перетаскивает все. Так, и дальше что нам нужно? Аэродром. Это ваша первая точка сбыта. Включите его, чтобы начать продажу. А то он у меня включен. А, нет, он даже не был включен у меня. Все. Наши самолетики полетели развозить наш опиум. Так, следующее задание. Вы можете строить в своем городе. Откройте меню города и построите исследовательский центр. Строительство. Ресурсы. А, у меня нету исследовательского центра. Хм. Ресурсы. А где? Ой, нифига тут какая карта огромная. У меня грязных денег всего 2600. Так, экономика. Короче, что, прибыль. Короче, мы пока не особо прибыльны. Так, возвращаемся сюда. Еще раз смотрим. Вы можете строить в своем городе. Откройте меню города. Так, здание. Вот. Исследовательский центр. Построить. Так. Офигеть. Мы, короче, можем еще в городе свои постройки делать. То есть, там, блин, развиваться очень классно все это продумано. Но, блин, тут надо все это запоминать. Нет текущих исследований. Так, это мы выполняли хорошо. Исследовательский центр открывает доступ к новым зданиям и улучшениям. Откройте меню. Исследуйте транспортную компанию. Так. Где у нас транспортная компания? Специальные. Деньги. Транспорт. Так, парк аттракционов. Часа транспортная компания. Кто-нибудь ее видит? Я не вижу. Так. Еще раз. Читаем исследовательский. Так. Откройте его в меню. Исследуйте транспортную компанию. Как мне исследовательский? Ага. Древоисследование. Во. Тут еще древоисследование есть. Охренеть. Так. Где у нас транспортная компания? Склад. Транспортная компания. Во. Исследовать. Отлично. Все. Посмотрите, как быстро мы исследуем. Блин. Тут во всем этом разбираться так придется достаточно долго. Просто мы так и быстро не пройдем эту игру. Так. Дальше у нас что? Улучшение логистики на третьего уровня. Транспортная компания позволяет автоматизировать распределение товаров. Постройте ее в пределах области действия склада. Транспортная компания. Давайте построим транспортную компанию. Во. Так. Сейчас даже приблизимся. Посмотрим. Как бы ее так повернуть-то покрасившую. Пусть. Вот тут у нас стоит. Так. Дорожку. Дорожку красивую сделаем. Вот такую. Так. Дальше что? Откроете меню транспортной компании и установите аэродром в качестве дополнительного пункта назначения. Меню транспортной компании. Установить аэродром. Добавить. Аэродром. Так. Сделали. Соедините транспортную. Это все. То есть тут мы все сделали. Ништяк. Дальше что? Еще одна. Продайте 30 единиц опиума через аэродром. Давайте скорость увеличим. Чтобы у нас машинки энергичнее все продавали. Пока что мы только 12 единиц привезли. Так. Ну. Транспортная компания. Давай. Не подведи меня. Они что-то вроде возят. Вот. 38. Нифига. Мы сразу как. Резко. Так. Тони Ромеро наблюдает, как грузовики с нелегальными товарами курсируют туда-сюда. Этот запах. В здании транспортной компании пахнет свежей краской и бензином. Дела налаживаются. Племяш. Ты молодец. Спасибо, дядя. На самом деле мне это даже начинает нравиться. Не торопись. Впереди еще долгий путь. Могу себе представить. Так что же там дальше, лейтенант. На складах скапливается слишком много грязных денег. А это чревато. Копы, как охотничьи псы. У них на грязные деньги особый нюх. Нужно построить предприятие для отмывания денег, чтобы полиция не учуяла запах. Твой батя оплачивал обучение наличными и тем самым отмывал деньги. Но раз такого варианта у нас больше нет. Погоди. Что он делал? Нам придется открыть какой-нибудь таксопарк. Мы можем построить его в городе. И было бы неплохо заодно подыскать нам нормальную резиденцию. Разве это не пустая трата денег? Неа. Частная резиденция – отличное место для хранения грязных денег. Да и вообще, племяш, я тебя, конечно, люблю, но в одном отдельном номере мы с тобой уже не помещаемся. Так, ну давайте таксопарк купим. Вот он. Таксопарк построить. Ну, вообще без проблем. Без денег ничего не построишь. Используй Тони. Так, где у нас Тони? Перевезите достаточно количества с аэропорта в таксопарк. Переместите. Так, нет. Используя Тони, перевезите достаточно. Так, минуточку. Переместить. Так, открыть профиль. Так, ну, допустим, мы его, типа, должны с аэродрома. Так, на аэродром, да? С аэродрома в таксопарк. Переместить. Теперь, что, в таксопарк? Нифига не понял, как это сделать. Так, используя Тони. Ну. А, подождите. Я не того использую. Вот у нас Тони-то. А я, блин, себя. Так, Тони. Переместить. Перевезите. Достаточно грязных денег с аэропорта в таксопарк. Так, с аэропорта. Так, стоимость содержания. Что это он делает-то? А, это аэродром. Так, Тони. Доставить бабки все в таксопарк. Видимо, вот так вот. Сейчас посмотрим, как я сделал или нет. Потому что не особо понятно. Таксопарк сам мы выбрать не можем. Но, видим. Так. Алло, Тони. С аэродрома в таксопарк. Так. Тони. Доставить бабки. Все. Так. Ты едешь на аэродром. Ну. Ты возишь бабки из таксопарка или в таксопарк? Я не пойму. Блин. Немножко, конечно, тут, блин, тяжеловато. Понять, что делать. Ладно, давайте следующую пока сделаем миссию. Используем... А, блин. Так, нам надо сначала все равно. Таксопарк. А, грязный... Его надо же построить на грязные деньги. Так, ладно. Еще раз. Внимательно читаем. Без грязных денег ничего не построишь. Используй Тони. Тони перевезите. Достаточно грязных денег с аэродрома в таксопарк. Так, аэродром. Логистика. Информация. Так, вместимость. Хранилище. Логистика. Так. Так, ладно. Ищем Тони. Пробуем еще раз. Где этот засранец? Он ощутился. Вот он, Тони. Наверное, переместить надо. В таксопарк. Нет, это мы просто переместили. Значит. Переместим его на аэродром опять. И теперь доставить. Убираем бабки. Ну, сколько? Ну, давай шесть тысяч возьмем. Нам больше-то не надо, да? Вот. Шесть тысяч. А, в таксопарк. Наш таксопарк получается... Ну, где-то здесь. В городе. Это едите твое налево. Хм. А где таксопарк-то у нас? Это что у нас? Транспортная компания. А. Так, здание. Таксопарк. Строится. В ожидании достаточно денег на строительство. А что не хватает-то? Я же их привез, блин. Так, мэр, окажите мне услугу. О, поздороваться. Мы что, вчера выпили вместе? Прости, дружище. Время-деньги. Понимаю, Капу, что я для тебя могу сделать. Уменьшить уровень террора. Отменить аресты в регионе. Заморозить крайнюю активность. Звезды. Отложи мне денег. Не, мне ничего-то тебе не надо. Нахрен. Так, блин. Давайте разбираться. Что-то я не понимаю. Что-то не догоняю. Мы берем нашего чувака Тони. Доставить. Бабки. Сколько нам нужно? Шесть косарей. Где таксопарк? Где-то вот тут шли? Непонятно. Это пипец. Это пипец. А как мне... В таксопарк. Как я могу выбрать тут таксопарк? Я же его не вижу тут. Кто-нибудь видит вообще таксопарк? Его ж тут нет ни хрена. Он строится еще. Как я туда могу? Так. Недостаточный дельник для оплатосодержания. Так. Древо исследований. Давайте что-нибудь еще исследуем. Пока что. Тони. Доставить. Нет. Ты. Перемещайся. В аэропорт. Все. Доставить. Бабки. Все. Бабки. Во. А, вот. Это типа стройка есть. Блин. Я думаю, это детская площадка на самом деле. Пипец. Вот я затупил. Все. Теперь запомнили. Ну и все. Отмывание денег мы тоже прошли. Прикольно. Так. Дальше что у нас? Исследование. Выполнено. Новое задание. Теперь вы можете начать отмывание денег. Используя Тони. Перевозите грязные деньги с аэродрома в таксопарк для отмывания. Преобразуйте 1500 грязных денег в чистые деньги с помощью таксопарка. Ну давайте что. Ну я сейчас вообще сам все сделает. То есть тут все очень быстро само проходит. Круто. Все. Задание выполнено. Так. Теперь вам... Так. А мы не выполнили основное. Да? Теперь вы можете начать отмывание денег. Используя Тони. Перевезите грязные деньги с аэродрома в таксопарк. Ну давайте перевезем. Че? А че Тони сам не может? Так. Тони. Перемещайся на аэропорт. Так. Доставить бабки. 1200. И туда. На самом деле он бы сам мог это сделать. Все. Отмывание денег. Второй уровень. Что ж, ребят. В эту игру можно играть просто часами. Сидеть дальше и дальше. Ну, я думаю, игра очень многим понравится. И я думаю, вы будете не против, если мы начнем проходить сюжетную кампанию этой игры. Я думаю, достаточно будет интересно. А на этом мы сегодня завершаем обзор. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Пишите свои комментарии, как вам игра. С вами был Пип, канал Games Reviews. До скорых встреч. Увидимся. Пока.